После дождя уровень воды не повышается, а в засушливый период не уменьшается. В Меркенском районе Жамбулской области есть озеро под названием Кокколь, обладающее такими уникальными свойствами. Это необычное озеро, имеющее форму сердца, расположенное на вершине горы. Еще одной удивительной особенностью является его бездонная глубина. Источник воды, питающий озеро, остается неизвестным, а вода никуда не уходит. Существует легенда, что когда-то это озеро было домом для дракона. Добраться на автомобиле до озера, расположенного на вершине крутого холма, оказалось непросто. Впереди извилистый и опасный путь через Каракистакское плато. Местные жители называют его Святым озером, и расположено оно на высоте 2600 метров над уровнем моря. Источник воды остается загадкой. Озеро бездонное, и уровень воды в нем остается неизменным, как зимой, так и летом. Удивительно, что озеро самоочищается. Все предметы, попавшие в него, выносятся на берег. В 80-х годах прошлого века советские ученые пытались исследовать дно озера, но из-за сильного давления не смогли погрузиться на необходимую глубину. Для исследования глубины озера его дна были приглашены два водолаза. Когда они погружались, одного из водолазов резко выбросило на поверхность. Такие случаи известны. Глубина озера не была исследована, и она до сих пор остается загадкой. Туристы сравнивают Кок-Коль с озером Лох-Нес в Шотландии. Однако, как они отмечают, для популяризации этого объекта как туристической достопримечательности требуется проделать большую работу. Нисколько не жалею, что приехала сюда. Конечно, дорога была сложной, но это место того стоит. Многие люди не знают, что в нашем Мелькенском районе Жамбылской области есть такое удивительное озеро. Если бы об этом знали, туризм в нашем регионе постепенно развивался. Озеро Кок-Коль, расположенное в 70 километрах от села Мерке, посещают в основном жители окрестных сёл. Это место добавлено в специальную туристическую карту, чтобы познакомить с ним иностранных туристов. Однако, в Акимате Меркенского района отметили, что для развития туризма строительство асфальтированной дороги туда не планируется.